всем привет сегодня небольшое видео на велотематику на примере складного электровелосипеда который уже был в роликах на нашем канале сейчас решил заменить сиденье вот объясню почему сиденье у меня здесь стоит уже опциональная вот но как оказалось материалы не очень хорошего качества ну сам материал нормальный но как это сделано в итоге немножко меня расстроило сейчас покажу с этой стороны мы видим все в порядке она целая все хорошо но если же посмотрим с другой стороны вот здесь кожа в нижней части она просто начинает отходить она была скреплена скобами или же клей был какой-то подмазан но в итоге она начинает клеиваться и рваться ну естественно это дермантин так как довольно часто приходится брать рукой именно в этом месте мне честно я не очень приятно вот когда это все выглядит таким образом вот можно конечно может как-то это подремонтировать может подклеить ну честно не особо хочу этим заниматься проще купить новое кресло вот по мягкости по креслу вообще никаких проблем нету она мне очень нравится даже при длительных поездках задница не устает вот на его замену купил такую модель вот в чем отличие основное она немножко ниже хотя тоже заявлено как комфортная анатомическая и так далее здесь тоже идет кожзам но немножко по структуре он отличается здесь какая-то зона восстановления с памятью получается материал запоминает немножко анатомию вашей задницы не знаю зачем это если сравнивать старое кресло продавливаем довольно быстро возвращается назад то этого наполнение скорее всего там не обычный поролон а какая-то другая набивка нажимаем и она довольно долго возвращается и она такой немножко более плотную не знаю насколько это будет удобно вот я думаю видно на видео она возвращается постепенно свою прежнюю форму и она такая более плотная сбитая не знаю насколько это будет комфортно вот а здесь обычный поролон вот моментально возвращается он толще мягко на нем сидеть конечно ну вот это кресло мне заинтересовало по описанию по отзывам брал его у поставщиков на внутреннем рынке китая не знаю возможно и на каких-то других площадках в магазинах китайских и в россии может тоже они есть ну я нашел там и заказал там стоило но порядка полутора или двух тысяч я уже не помню здесь тоже нас идут амортизаторы и собственно крепление стандартное сейчас попробую его поставить для того чтобы установить кресло она всего лишь нужно открутить одну гайку с этой стороны и одну с противоположной вот как видно нижняя часть у них абсолютно одинаковая эта планка это практически так же выглядит здесь такие же амортизаторы теперь задача просто переставить крепление отсюда на новое кресло давайте сравним качество как же все таки здесь все сделано у кресла которое стояло ранее вот смотрите как видно здесь все держится на скобах но это дело не очень надежно и уже со второй стороны начали они вылазить но даже если они все не вылезут не отвалятся то рано или поздно это дермантин прорвется и все равно это все облезет вот видно уже начались трещины вот здесь все отклеилось в принципе можно здесь посадить новые скобы или посадить на клей хотя клей я думаю вряд ли будет держать нормально вот нового кресла это все более грамотно организовано получается сама кожа заправлена под низ а сверху здесь сплошняком идет некая такая вся литая конструкция которая прижимает собственно завернутые края но по идее это все должно работать гораздо лучше и надежнее сколько единственно есть вот в этой части где у нас углубление под яйца так скажем по периметру все на болтиках выглядит это гораздо прикольный ну посмотрим как это будет все ездить насколько это будет дольше качественней но пока мне это больше нравится посмотрим покатаемся как это все себя будет вести и будет ли это задница удобно при езде или нет но все переставлено новое крепление на месте сначала его затягиваете думаю не стоит для того чтобы выровнять оптимальный угол наклона теперь нужно это все дело посадить на непосредственный шток сиденья примерно такой уровень получается я думаю так его собственно и зафиксирую вот если сравнить как они выглядят конечно новое кресло менее массивная и вот в этой части она как бы потоньше я думаю будет пожестче плане езды посмотрим протестируем но если не понравится будет сильно жестко буду вот это значит ремонтировать или возможно обошью его нормальным материалом поехал я потестирую вернуть немножко позже но вы увидите результаты и отзыв уже сейчас как в итоге на кресле уже пробежал порядка 350 километров выглядит она по-прежнему как новая форма все возвращается на место впечатление очень положительные вот задница не устает абсолютно хотя она кажется более такой сбитая плотная жестче чем то которое было до этого и более того скажу у меня был когда-то полноценный велосипед большими колесами с 26 размера вот и там было но обычное сидение не такое мягкое комфортное вот когда после долгого кого-то перерыва ездил на велосипеде ну честно говоря первое время задница побаливала здесь вообще в любое время садишься все плотно сбито и ничего абсолютно не болит все комфортно вот в среднем проезжаю иногда в день по 30 километров на велосипеде и абсолютно ничего после этого не болит такая еще приятная особенность анатомическая у этой модели если ранее на прошлой модели там где как раз у меня задралась кожа в этих местах вот я брался за кресло как раз здесь для переноски его допустим или когда заносишь его куда-то или нужно приподнять велосипед то здесь все продумали гораздо больше и вот у основания здесь выемка как раз под палец ну как бы вроде мелочь а удобно сберешь кресло у тебя вот-вот указательный палец как раз ложится выемку и здесь это все пластиковое приятный такой пластик глянцевый в принципе вроде бы мелочь продумали так берешь и удобным хватом приподнимаешь велосипед поэтому данная модель пока остается на велосипеде так как оно прошло проверку но пусть небольшим но временем если ролик был полезен ставьте жирный лайк не полезен ставьте дизлайк напишите что понравилось что не понравилось подпишитесь на канал всем пока